Кто праведен Максимилиан Робеспьер не был великим поэтом, но его жизнь и смерть стали подтверждением правоты этих строк. Один из вдохновителей Великой Французской революции, он до сих пор остается спорной фигурой. Его считают то патриотом и гуманистом, то тираном и убийцей. Одни указывают на его тщеславие и болезненное самолюбие, другие на обостренное чувство справедливости. Большинство книг и статей о Робеспьере словно портрет в профиль, даже точный, он остается односторонним. Максимилиан Мари Изидор де Робеспьер родился на севере Франции в Арасе 6 мая 1758 года. Мальчику едва исполнилось 6 лет, когда умерла его мать, а отец наделал долгов и вскоре сбежал за границу, оставив троих детей на попечение состоятельным родственникам. В коллеже Людовика Великого, куда определили 11-летнего Максимилиана, за твердость характера он получил прозвище Римлянин. В 1775 году юного Робеспьера как лучшего ученика выбрали для приветствия короля Людовика XVI, возвращавшегося после коронации из Римса. Польщенный Максимилиан заготовил торжественную речь, но королевский экипаж проехал мимо, отдав грязью потрясенного юношу. Окончив Сорбону, он вернулся в родной Арас и в 23 года стал юристом. Самое известное дело адвоката Робеспьера – тяжба о громоотводе. Установленный одним из горожан громоотвод вызвал гнев своеверных соседей и церковников. Робеспьер выиграл дело, но чем больше возрастала популярность молодого адвоката в народе, тем сильнее становились нападки важных и влиятельных людей. В то время Максимилиан отличался необыкновенной впечатлительностью. Когда одному из его подзащитных вынесли смертный приговор, Робеспьер ощущал такой груз вины, что несколько дней не мог прикоснуться к еде. Кто бы мог тогда подумать, что именно этот человек станет одним из родоначальников революционного террора. Шой 1789 год. Франция вступила в эпоху бурных перемен. Чтобы обеспечить себе народную поддержку, король Людовик XVI Бурбон созвал совет представителей различных сословий, генеральные штаты. И адвокат Робеспьер стал депутатом Робеспьером. Пылкие выступления с трибуны Якобинского клуба сделали Робеспьера влиятельным политиком, а безупречная репутация принесла ему прозвище «неподкупный». Опасаясь восстановления монархии, Робеспьер потребовал без суда казнить Людовика XVI. А когда суд все же состоялся, Робеспьер голосовал за казнь. 15 января 1793 года королевская голова упала в корзину гильотины. 2 июня якобинцы под руководством Робеспьера, обвинив в измене жерандистов, своих политических противников, захватили власть в Комитете общественного спасения. Начались аресты и казни за преступления против республиканской морали. Робеспьер искренне полагал, что социальные проблемы будут решены, когда растрожествует республиканская добродетель. А террор – всего лишь средство для достижения великой идеи. В марте 1794-го на скамье подсудимых оказались его бывшие единомышленники – Д'Антон и его приверженцы, в том числе и школьный друг Робеспьера – Д'Амуленко. Робеспьер без колебаний казнил прежних союзников, не страшась, что машина террора может повернуться против него самого. Но большой террор подорвал былую непогрешимость неподкупного, а его утопические идеалы больше не встречали поддержки. Жить, никому не доверяя, Робеспьер уже не мог, а понять, кому следует доверять, был не в силах. В своей последней речи, произнесенной перед конвентом 26 июля, по революционному летоисчислению 8-го термидора, Робеспьер сказал, «Разумом, не сердцем, я начинаю сомневаться в реальности той республики добродетели, которую я намеревался создать». На следующий день его арестовали прямо в конвенте. Максимилиану Робеспьеру суждено было пройти тем путем, по которому за последние два года он отправил множество людей на гильотину. Народ, который еще недавно благотворил Робеспьера, издевательски приветствовал его «Наше Величество». Когда голова Робеспьера упала в корзину, какая-то женщина, чьи сыновья, пали жертвами революционного террора, крикнула «Бис!». Один из его политических противников писал, «Робеспьер сделал из народа божество, из патриотизма религию, из революции предмет фанатичного поклонения». Возможно, уверенность в собственной неподвешимости повлияла на то, что Робеспьер стал тираном. Тем, кого он больше всего ненавидел.